Теперь давайте более подробно о конкурсах комментаторов. Так, вот этот блог, который я вам показывал и на этом блоге. Конкурс комментаторов имеет очень большие масштабы. К примеру, первое место 350, второе место 150, третье место 100 рублей, как уже говорилось. И лучший комментатор месяца. Одна номинация, первый комментарий, вторая номинация. То есть оставишь комментарий, один первый, точнее, и получаешь 10 рублей на вебмане. Так, что здесь? Битва комментаторов, 3000 рублей. Суть конкурса, побеждая в конкурсе лучший комментатор месяца, вы автоматически становитесь участником битвы комментаторов. Чем больше у вас побед в каждом месяце, тем выше шанс победы в конце года. То есть побеждайте каждый месяц в конкурсе лучший комментатор месяца и становитесь победителем в конце года в конкурсе битва комментаторов. Вот, 3000 рублей. Очень интересное предложение. Хозяин горы первого комментария. Следующая номинация. Тут, в принципе, очень интересное предложение. Не забывайте читать условия конкурса, прежде чем в нем участвовать. И также хочу сказать, что есть и другие интересные конкурсы. В частности, на блогах часто выкладывают кроссворды. Если вы разбираетесь в той или иной теме, то вы без проблем можете разгадать кроссворд и получить за это деньги. Итак, выбрал этот блог. И вот этот блог, на которых мы будем практиковаться. На которых я буду вам показывать, что и как делать. Вот, например, на этом блоге за август опубликована статья с итогами. Первое, второе, третье место. Здесь суммы немного меньше. 200, 150, 100 рублей. Но, опять же, если все это сложить, если вы будете не в одном конкурсе участвовать, то можно создать хороший доход. Создать хороший источник дохода. Так, здесь, на этом блоге от нас требуется создать аккаунт в сервисе Граватар. То есть, создать свой Граватар, чтобы в комментариях была наша фотография. Это условие не всех конкурсов, далеко не всех конкурсов. Просто вот человек захотел создать такое условие. Это удобнее и ему, удобнее и комментаторам. И, в принципе, это вам удобнее. Поэтому он так и написал. Но это не обязательно. Но так как нам это удобно очень, мы будем заходить на блог, видим вот наше лицо или наш какой-то аватар, неважно, какая это картинка. И будем работать. На блог надо заходить периодически. На тот блог, на котором мы работаем, на блоге. Заходить периодически, комментировать. И тогда у нас все получится. То есть, например, сегодня мы зашли. В определенное время после работы, скажем, или с утра. Прокомментировали. На следующий день также по всем блогам пробежались. По базе нашей, которую мы собрали. И также комментируем все. И по итогу месяца забираем призы. Как о связи. О связи по итогу конкурса. Автор сообщает в правилах конкурса. Чаще всего вы должны написать или в комментариях, или написать в обратную связь автору. Тут контакты, например. Или же автор с вами сам свяжется. Нужно написать. То есть, это уже в правилах. Это указано в правилах. Вы должны внимательно читать правила. Итак, вот. Вы должны быть подписаны на новости блога. Например, вводите свое имя и имейл. Подписаться. Все, мы подписаны. У вас должна быть настроена граватарка. Как это сделать, вы можете ознакомиться в этой статье. Вот эта статья. Мы читаем. Вот сайт граватар. Создать свой собственный граватар. Свой имейл-адрес вводим. Узернейм. Пасворд. Непонятно. Так, улучшим. Что-то не принимала. Ру. Активируем аккаунт. Синктун. Инту граватар. Давайте новое добавим. Выбрать файл. Обрезать. Завершить. Вот у нас есть граватар свой. Теперь мы можем приступать к комментированию. Хотя, повторюсь, это если указано в правилах, как на этом блоге, тогда вы создаете граватар. Тогда проводите регистрацию. Если не написано, тогда не обязательно. Так. В правилах зачастую сказано, что комментарии должны быть максимально осмысленные, тематические, классный пост, хорошая статья, очень интересно автор излагает, это все не подходит. Что же нам делать? Заходим и все статьи, если есть ссылка все статьи, заходим, изучаем название. Если нам есть что сказать на тему какой-то статьи, мы заходим на статью и пишем комментарий. Здесь у нас победители конкурсов, так нет, лучшие комментаторы, выводятся на главной странице, да. Почему-то не работает виджет лучших комментариев сейчас. Вот здесь мы можем увидеть топ комментаторов. Вот, например, виджет вот, выведен. Так, заходим. Для чего нужно копить деньги? Давайте посмотрим, что у нас тут предлагает. Максим. Статья. Друзья, приветствую вас. Накопление денег. Так, и здесь, и здесь люди комментируют. Конечно, нужно прочитать статью. Подарок. Без прочтения лучше не писать, потому что ваши комментарии просто могут удалить. Очень много комментариев, много людей заинтересованы в получении небольшого вознаграждения, но не все нацелены на конкретную победу. Давайте введу Сергей. Псевдоним. Сайт не обязательно. Псевдоним. 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 т вот примерно такой комментарий если вам автор ответит вы может вы можете увидеть если поставить и отменку оповещать о новых комментариях на email все теперь отправить спасибо за комментарий нас перебросил на страничку пока наш граватар не отображается ничего страшного значит потом все получится все отобразится адрес наш введен так что это видимо какие-то временные проблемы так мы опубликовали комментарии теперь нужно чтобы автор его одобрен чтобы комментарии не уходили в спам чтобы автор их не удалял они должны быть максимально объемными большими вот это вот например это маленький комментарий ближе к среднему объему который в принципе должны одобрить не в принципе должны одобрить чем больше комментарий и чем более он тематичен тем меньше шансов что он попадет в спам то что его удалят потому что комментарии это тексты комментарии это нахождение людей на странице это все выгодно человеку который держит сайт надеюсь все понятно и оставляем например переходим в следующую статью оставляем комментарии в следующей статье модерация будет не всегда автор например поставил может поставить в настройках что после двух комментариев или после одного комментария все комментарии комментатора одобряется и публикуется на блоге автоматически если он видит что вы не пишите никаких непристойностей то дальше модерация не понадобится переходим в следующую статью и проводим то же самое дальше вот у нас есть другой блог начало конкурса седьмого июня пятнадцатого года окончание 31 декабря пятнадцатого года вот за август как я уже говорил первое место 200 рублей вполне нормальные деньги нужно просто каждый день заходить на блог оставлять какой-то статье свой комментарий опять же все статьи блога у нас есть замечательно как быстро сделать скриншот экрана две крутых программы давайте зайдем посмотрим что тут у нас джокси так отлично вот почему не отображалась потому что я не тот адрес ввел я ввел при регистрации ком другой синоним так вот почему gravatar не отображался нужно вводить именно тот адрес по которому вы зарегистрировали свой gravatar сергей джокси 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 к примеру так это ваш первый комментарий на моем блоге да посмотрим на свой комментарий так что у нас тут сергей вот наш травол там ваш комментарий ждать проверки и тут также когда если автор увидит что вы нормально пишите нормально излагаете комментарии без непристойности вы сможете без проверки публиковать комментарии на этот блог топ комментатор комментаторов вот видите 162 комментарии оставил человек работать можно и чем больше база блога у вас будет чем больше базу вы соберете тем больше вы сможете заработать вот принципе все друзья в этом видео уроке надеюсь вам все понятно собирайте базу блогов добавляйте в закладки каждый день заходите на эти блоги комментируйте статьи которые еще не были прокомментировали прокомментированы комментируйте новые и зарабатывайте деньги пишите авторам когда побеждаете получайте свои деньги на вебмани и таким образом зарабатывайте все и у в Продолжение следует...